Открытие международного геофизического года с июля 1957 года по декабрь 1958 года дало международному научному сообществу возможность предложить технологически развитым странам запуск первого в истории искусственного спутника земли соединенные штаты и советский союз работали в этом направлении но именно россия стала неожиданностью 4 октября 1957 года запустив первый искусственный спутник земли спутник-1 запуск был успешно осуществлен с базы байконур в казахстане с помощью ракеты-носителя а созданной на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты сс-6 спутник изготовлен из полированного алюминия чтобы его было лучше видно с орбиты благодаря отражению солнечного света он имел форму шара диаметром 58 сантиметров из которого выходили четыре стелусные антенны длиной почти 3 метра общий вес составил 83 килограмма ракета вывела его на орбиту спиригеем 228 километров и апогеем 947 наклон на экваторе составлял 65 градусов орбитальный период 96 минут на борту находились два передатчика использующие две частоты 20 тысяч и 40 тысяч мегагерц которые передавали сигналы с формой волны типичной для телеграфных импульсов бортовые аккумуляторы мощностью 1 ватт позволяли ему проработать три недели в течение которых вариации передаваемых сигналов позволяли изучать характеристики ионосферы и распространение электромагнитных волн 4 июня 1958 года после 1440 витков и 92 дней пребывания в космосе спутник снова вошел в атмосферу и распался и